друзья приветствую всех на канале есть поесть сегодня сделаю десерт который подойдет к любому праздничному столу в том числе и к новогоднему что касается приготовления он очень прост и весьма не затратен получается нежным легким неприторным и очень вкусным обязательно приготовьте и попробуйте а список ингредиентов как обычно открывайте под описанием и так сделаю сначала персиковый слой для этого стакан кладу две половинки консервированного персика и наливаю сироп до общей массы 300 граммов погружным блендером довожу до однородности выливаю в кастрюльку добавляю сахар по вкусу и крахмал я беру кукурузный по желанию можно добавить что-нибудь спиртное я беру амаретто хорошенько размешиваю отправляю на медленный огонь и помешивая варю до загустения после этого даю остыть далее беру кулинарное кольцо но обтягиваю пленкой диаметр делаю 16 17 сантиметров выкладываю персиковую массу разравниваю и убираю в холодильник как только пюре застынет извлеку его из кольца сначала пройдусь по краям ножиком потом заверну в пленку и уберу в морозилку если возможности вашей морозилки позволяют можно убрать прямо с кольцом теперь сделаю бисквит у яиц комнатной температуры отделю белки от желтков сначала взобью белки на средней скорости до пены затем увеличу скорость и буду подсыпать сахар между делом добавлю ванильный сахар и таким образом взбиваю до мягких пиков затем по одному добавляю желтки просто размешивая на средних оборотах в два этапа добавлю муку просеивая ее через сито и каждый раз размешиваю очень аккуратно лопаткой движениями снизу вверх после этого тонкой струйкой по краю волью растопленное и остывшее сливочное масло и также аккуратно вмешаю его в тесто дно формы диаметром 21 сантиметр застелила пергаментом ничем не смазывая и выкладываю тесто разравниваю и отправляю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 17-20 минут ориентируйтесь по своей духовке на готовность как обычно можно проверить деревянной палочкой переверну форму с бисквитом на решетку и дам остыть после этого извлеку из формы кстати такой бисквит можно испечь заранее затем обернуть в пленку и хранить в холодильнике приготовлю желатин для суфле согласно инструкции на упаковке беру сметану у меня 20 процентной жирности и добавляю персиковый йогурт не питьевой насыпаю сахар и взобью миксером для того чтобы суфле было более воздушным продолжая просто размешивать вливаю остывший желатин частями с бисквита срезаю вот эту тоненькую корочку и по кольцу которое установила примерно на 19 сантиметров обрезаю края кладу бисквит на кусок фольги слегка смазываю кисточкой сиропом из-под персиков устанавливаю кольцо так чтобы по краям остался примерно один сантиметр бока формы нужно проложить ацетатной пленкой или просто полосками вырезанными из файлика подгибаю фольгу стараясь плотно прижать ее к форме выкладываю примерно половину суфле и разравниваю так чтобы она хорошо распределилась по бокам убираю в холодильник до застывания у меня обычно на это уходит 10-15 минут когда суфле хорошо застынет сверху выкладываю персиковый слой затем кладу оставшиеся суфле разравниваю и убираю в холодильник до застывания это также происходит очень быстро тем временем успею подготовить верхний слой оставшийся сироп нужно довести до объема 250 миллилитров соком или водой я еще добавила две столовые ложки ликера немного выливаю желатин и готовлю его согласно инструкции на упаковке персики режут тонкими ломтиками каждую половинку я разрезаю на 8 частей подогретый желатин выливаю в сироп можно прямо в горячем виде и размешиваю за это время у меня уже успела застыть суфле выкладываю сверху кусочки персиков и заливаю сиропом с желатином сначала я это делаю ложкой чтобы жидкость проникла между ломтиками далее отправляю тортик в холодильник до полного застывания после этого убираю кольцо и боковые полоски делать это нужно очень аккуратно переложила тортик на блюдо и можно наслаждаться отрезаю кусочек делать это лучше слегка нагретым сухим ножом вы только посмотрите какая красота такой яркий и позитивный тортик под стать виду и вкус сочный освежающий нежнейший прямо тает во рту легкий абсолютно не жирный и не приторный такой же тортик можно сделать и клубничным и вишневым или использовать какие-нибудь другие ягоды не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий смотрите на моем канале и другие рецепты новогодних блюд в том числе и десерты а я желаю всем приятного аппетита удачных экспериментов на кухне увидимся в следующих видео